Славься, 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 Славься! Живя здесь на земле, когда предстоит разлука или командировка, или куда-то поездка, или же человек переезжает на другое место жительства, и мы понимаем, что можем или совсем не увидеть, или очень долгое время не встретить этого близкого нам человека, мы испытываем жалость, мы испытываем чувство потерянности. Потери части, может быть, даже себя, грусти по отношению, что мы расстаемся с близким человеком, как бы часть себя отрываем, но это временно, это проходит какой-то период, и мы вновь встречаемся. Радость нас посещает намного более скорбно, когда мы разлучаемся в этой видимой жизни по причине смерти. Смерть сама неестественна для человека, человек создан для вечной жизни, поэтому переход из земного бытия в небесное нас так страшит. Хотя мы должны осознавать, что мы приходим в Отечество родное, в наш настоящий истинный дом, чем является для нас небо, чем для нас является Царствие Божие. Но вот тут возникает один вопрос. А наши друзья, наши близкие, они с нами будут по смерти? Будем ли мы вместе и там при переходе в вечность? Этот вопрос занимал очень многих людей. Вспоминаются случаи из церковной истории, когда некий проповедник пришел к правителю страны и стал рассказывать ему о рае, об аде, о вечной радости праведников и вечных муках грешников, с тем, чтобы этот правитель принял крещение, чтобы он спас свою бессмертную душу. Но правитель спросил только одно. А вот я умру, будучи крещеным, проведя жизнь праведно. Я встречу своих усопших сродников, родителей, детей, кто умер уже раньше меня. На что проповедник сказал, что будучи некрещенными, они не смогут войти в радость Господа и не сможет состояться эта встреча. Тогда правитель отказался от крещения, говоря, я буду с ними пусть в аду, чем в раю. Конечно, выбор, наверное, не самый разумный, но он показывает тот вопрос, который бывает в нашей жизни, ту дилемму. И ведь на самом деле даже Священное Писание говорит нам, что когда произойдет страшный суд Божий, Господь как раз отделит праведников от грешников. Одни встанут по правую руку праведники, а грешники по левую. Одни пойдут в Царствие Небесное, а другое на вечные муки. Но вот каким же образом нам сделать так, чтобы и по нашей физической смерти мы были вместе с нашими близкими нам людьми? И вот как раз один рассказ благочестивый очень хорошо показывает, каким образом этого можно достигнуть. Жил некий старец, игумен монастыря праведной жизни. Он молился Богу не только о спасении своей души, но и тех учеников, которых ему дал Господь, которые пришли, чтобы вместе с ним разделить иноческое житие. Его молитва была следующими словами. Господи, говорил он, надеюсь получить спасение, уповая на твои щедроты, и не разлучи меня в будущей жизни от учеников моих, но сподобие их вместе со мной быть в твоем царстве. Дерзновенно молитва. Господь ответил на нее, но особым образом, так как может именно только сам Бог. Прошло некоторое время, и этого старца вместе с учениками соседний монастырь приглашает на престольное торжество. Старец не хочет идти и по уже возрасту лет, по немощам, которые его обуревают, но вдруг получает указание свыше от Господа с тем, чтобы идти необходимо. Но только пусть ученики пойдут вперед в него, а он пойдет чуть позже. Пришло время праздника, ученики собрались и пошли. Идя по дороге в соседний монастырь, они вдруг видят человека, который лежит весь израненный в крови и еле дышит. Они подходят к нему, окружают и начинают спрашивать, что случилось. Он говорит, что он, будучи нищим, странником, немощным, подвергся нападению дикого зверя, который его изранил и оставил здесь, истекая кровью, умирать. И он не имеет никого, ни друзей, ни близких, которые смогли бы помочь ему добраться до какого-либо жилья, чтобы исцелиться. На это иноки говорят, прости, брат, но мы не можем тебе ничем помочь. Видишь, у нас нет ни осла, никакого животного, чтобы погрузить тебя, а нести тебя тяжело. С этими словами удалились на праздник в монастырь. Чуть позже этой же дорогой проходит одиноко идущий, или даже, может быть, тяжело идущий старец монастыря и видит этого умирающего человека. Он спрашивает, что случилось, и он рассказывает свою историю, которая поедала до этого и его ученикам. А что старец удивленно спрашивает, а чуть раньше никто не проходил мимо этой дороги? Он говорит, да нет, прошли молодые иноки, которые сказали, что они пешие, что нет никакого вьючного животного, а нести меня будет тяжело. И вот я продолжаю здесь умирать. Старец говорит, ну не можешь ли ты хотя бы несколько шагов сделать самостоятельно, например, опершись о меня? И он говорит, нет. Тогда он говорит, тогда я возьму и понесу тебя до жилья, как-нибудь добредем. Этот израненный человек начинает отказываться, говорит, что он сам еле стоит на ногах, что пусть он просто пришлет за ним какую-то помощь. Но старец решительно говорит, нет, я понесу тебя. Он взваливает его на свои плечи и, еле переставляя ноги, начинает идти в сторону жилья. Да, ему очень тяжело, но вдруг с каждым следующим шагом он начинает понимать и удивленно осознавать, что его ноша становится все легче и легче. И вдруг в какой-то момент этот израненный человек просто пропадает с его плечи. Старец остановился в полном недоумении и вдруг слышит голос с неба. Ты просишь за своих учеников, чтобы они были вместе с тобой в Царстве Небесном, но они, живя с тобой, не подражают твоим делам. Поэтому, если ты хочешь, чтобы вы были вместе, понуть их, то есть, наверное, слово «заставь» здесь хорошо, быть участником твоих дел, твоего праведного, доброго жития. Вот что и нам с вами необходимо понять. И это однозначно. Если мы хотим, чтобы мы были вместе в Царстве Небесном, для этого необходимо вместе и совершать добрые дела во славу Божию. Если мы видим, что наши сродники, близкие, наши друзья живут праведной жизнью, значит, и мы должны подражать им и быть участниками их добрых дел. И если, наоборот, мы с вами живем церковной жизнью, стараясь соблюдать заповеди Божии, мы должны своим примером стараться, чтобы и те, кто рядом с нами, тоже жили такой же жизнью. Только это и будет являться залогом нашего спасения и пребывания в Царстве Небесном вместе. Аминь. Славься, Славься, Славься!